Поросята, курицы, коровы. Он бы мог радовать их, а не миллионы болельщиков по всему миру. Он мог бы стать и первым парнем на деревне, но тогда им восхищалась бы лишь пара местных красавиц, а не именитые фотомодели. Ему могли светить только почетные грамоты за успехи в сельском хозяйстве, но никак не ордена из рук президента страны. И самое интересное, что даже такая жизнь на ферме в провинции его вполне устраивала. Но судьба распорядилась иначе. Обыкновенный мальчишка из маленького чешского городка навсегда войдет в историю хоккея. Точнее, эту историю будет делать он сам. Историки назовут это «бархатной революцией». Прага. Ноябрь 1989-го. Тысячи жителей столицы, тогда еще Чехословакии, вышли на улицы. Толпа требует свободы и независимости. Где-то в этой толпе мало кому известный 17-летний подросток по имени Яромир. Никто не прятался. Это была настоящая революция. В нашей стране коммунизм закончился, и все это понимали, и готовы были за свои права сражаться. Хотя и было страшно, ведь все могло обернуться и большим количеством жертв, но, к счастью, обошлось. Та же площадь сегодня. Ничто не напоминает о том, что здесь вершилась судьба целой страны. А вместе с ней и судьба одного великого хоккеиста. Ведь тогда, в 89-м, в толпе Яромир Ягр оказался не случайно. На эту площадь его вела вся жизнь, вся история семьи. История, которая началась в далеком 68-м году, в день, когда в Прагу вошли советские танки. Хуже место, чем это, для романтического знакомства и придумать сложно. Но именно в тюрьме встретились мама и папа Ягра. Они пришли на свидание со своими отцами, будущими дедушками Яромира, которые в 68-м году попали в тюрьму по одной и той же статье. Не хотели вступать в колхоз. Выходит, что встретили друг друга родители будущей хоккейной звезды, благодаря общему горю. И в семье Ягры об этом никогда не забудут. А заветной мечтой самого Яромира станет вырваться из страны, где несогласных сажают в тюрьму. И всю свою карьеру он будет играть под 68-м номером. Это не просто цифра. Это память о тех событиях 68-го года в его стране и его семье. Я хоккеем начал заниматься лет с трех. В те коммунистические времена это была единственная возможность выбраться из страны. И мои родители, особенно отец, решили, что хоккей лучше, чем можно заняться в Чехословакии. На коньки Яромира поставил отец, сам бывший хоккеист. Они жили на ферме в чешской глубинке. Днем Ягр бросал сено, вечером шайбу на заднем дворе. Да не было мне сложно. Мне это все нравилось. Без родителей, без их помощи у меня не было бы шанса стать тем, кем я стал. Ребенка нужно заставлять, мотивировать его, чтобы ему и интересно было, и полезно. Но меня особо заставлять не приходилось. Мне самому тренировки нравились. Я хотел быть самым лучшим. Жить в нашей стране было тогда очень нелегко. И просто невероятно, как много сделали родители Яромира для будущего успеха сына. На заднем дворе их отец устроил небольшую площадку с воротами. По вечерам занимались там. А каждое утро часов пять отец возил Яромира тренироваться на каток. Все делалось для того, чтобы он стал хорошим хоккеистом. Ягар и сам только о славе мечтал. Причем не в Чехии, а именно за океаном. На этой небольшой арене в родном городе Ягар делал свои первые шаги в хоккее. Здесь почти ничего не изменилось за последние 30 лет. Но повторить путь Яромира не смог больше ни один воспитанник местной хоккейной школы. И это неудивительно. Уже в шесть лет Ягар играл сразу за три команды. А это значит в три раза больше тренировок, в три раза больше нагрузки на тогда еще детский организм. Он научился бить поворотом лучше любого сверстника. Но его катание хромает, как кажется отцу. И тогда Ягар старший нашел решение проблемы. Тысячи приседаний каждый день. Задача, мягко говоря, не из легких. Но через несколько месяцев таких вот тренировок Яромир на льду был неудержим. Отцовские тренировки принесли пользу. После них Ягар хоть и валился с ног, но по пути к славе уже шагал уверенно. Тройные нагрузки в будущем еще скажутся на здоровье Ягара. Но тогда в любой детской команде он был неудержим. В детстве я всегда играл с теми, кто года на три-четыре старше меня. Отец специально отправлял меня в команды, где я был младше всех. И, естественно, играл хуже остальных. Благодаря этому у меня постоянно был стимул расти как игрок. Я хотел догнать и обогнать лучших хоккеистов команды. И у меня получалось. Потом и кровью, но он добьется своего. Чешский фотограф Юрий Колиш первые снимки Ягара сделал, когда тот лишь мечтал о славе. Но задатки будущей звезды разглядел уже тогда. Я его первый раз увидел, когда он еще играл за клуб Кладно. Ему лет 16-17 было. И уже тогда было понятно, этот парень далеко пойдет. О нем много говорили, писали. Он голов по 5-6 за игру забивал. Этот старый снимок в альбоме фотографа уникален. На нем еще юный Ягар в свитере с 15-м номером. Взять 68-й ему не разрешают. Но число, столь важное для него и семьи, он приклеил на шлем. Постопок смелый. Ярамир не скрывает. При первой возможности он уедет из Чехословакии. Я в первый раз попал в другую страну в 16 лет. И когда видишь разницу, то понимаешь, что все, чему тебя учили в школе, это большая ложь. Я уехал, как только представился шанс. Сразу после революции 89-го. Мне было 18. За год до этого я на чемпионате мира играл против лучших игроков сборной Канады. И подумал, если я могу играть против них здесь, то почему не попробовать в НХЛ? Об этом тогда многие спортсмены мечтали. Ярамир не исключение. Но ему повезло, что в стране такие перемены произошли, и он уехал без лишнего шума. Ему не пришлось бегать отсюда, как некоторым игрокам в прежние годы. Тот переезд за океан станет самой большой удачей в жизни Ягра. Хотя первые месяцы в небольшом канадском городке Питтсбург окажутся для него настоящим испытанием. Я был первым европейцем в истории той команды. По-английски вообще не говорил. Некоторые одноклубники мне помогали, другие смотрели, как будто я у них работу отбирал. Сейчас в НХЛ все гораздо проще для европейцев, чем было тогда. Именно в Питтсбурге Ягар сначала заслужит звание лучшего молодого, а затем просто лучшего хоккеиста планеты. Он очень талантливый, во-первых, как ни крути. Во-вторых, он попал в команду Питтсбург, где он играл в Слемье. Его поставили в одну тройку Слемье, это очень помогло ему раскрыться. И вот это все вместе. И он взял на старте карьеры два кубка Стэнли. Очень хороший старт в карьере. Он сам даже говорил, что мне повезло в этом. И к мастерам попал, и в команду атакующую. Можно было попасть там, как сейчас Филатов мучится, в Коламбусе, где там в оборону, в оборону, все, да. А в Питтсбург там летим вперед, там 10-8 победим. И вот он раскрылся, а потом ветераны начали уходить, и получилось, что Ягра главная звезда. В 90-м году зарплата Ягра в Чехии – 3 тысячи долларов в год. В 92-м в НХЛ – 200 тысяч. В 96-м уже миллион. А в 2001-м Ягра станет самым дорогим хоккеистом планеты. За сезон он будет получать больше 10 миллионов долларов. Вместе с зарплатой росла и популярность за океаном. Но одним словом, Ягра едва не превратил себя в изгоя. Когда тебе 20, ты не то чтобы не думаешь, о чем говоришь, а просто говоришь все, что думаешь. У меня не было опыта общения с прессой, но я и сказал, что первое в голову пришло. Ну а пресса, всем известно, любит раздувать всякие пустяки. Это было интервью для самого популярного американского спортивного журнала. Меня спросили про американок, ну я и ответил. Если я женюсь, то только на чешке. Американки мне не нравятся. Или феминистка, или лесбиянка, или дура, или уродина. Это был скандал. Возмущенные американки заваливали Ягра письмами. Пришлось извиняться, чтобы хоть как-то замять неприятную историю. Зато дома, в Чехии, Яромир был неоспоримой звездой. А после 98-го года стал еще и легендой. Победа над российской сборной в финале Олимпиады казалась настоящим чудом. Ягра и всю чешскую сборную даже рядом с медалями специалисты не видели. А они взяли золото. Золото, которое заставило Ягра по-другому взглянуть на себя и хоккей. Ты должен быть эгоистом, если хочешь добиться успеха. Звучит странно, но это так. Если ты не готов отдать все ради личного успеха, то ничего не выйдет. Но Олимпиада заставила меня понять. Не важно, как играешь ты сам. Главное, как играет твоя команда. Если команда выигрывает, все равно, сколько голов ты забил. Один или десять. Та победа меня многому научила. Он эгоистом, мне кажется, таким уж ярко выраженным и не был. То есть он всегда играл на команду. Другое дело, что действительно, это золото Олимпиады, самое главное его достижение в жизни. И он после него может говорить, что да, я понял, что команда это главное. Но там даже в Чехии сняли балет, где играли там балеруны. Так мужики выходили в пачках. И ягар, гашек, то есть балет в честь Нагана. То есть можно понять, что там было для их страны. И когда там на Вацовской площади, по-моему, если не ошибаюсь, то есть собралась там многомиллионная толпа, что для Чехии тоже очень много. Они до сих пор работу вспоминают. Та победа так и останется главной в карьере Яромира Ягра. Впрочем, и сама карьера в те годы едва не оборвалась. Он полсезона в Питцбурге отыграл с больной спиной. Даже просто двигался с трудом. Я вообще не понимаю, как он сейчас-то играет. У него вес за 100 килограмм, нагрузка на позвоночник, колени огромная. Удивлен, что он до сих пор играет и играет хорошо. Тогда же, в конце 90-х, Ягар переживет и главное в своей жизни потрясение. В прямом смысле. Летом, когда он отдыхал на родине, ему стали поступать угрозы. Сначала можно было подумать, что это неудачная шутка. Какие-то люди требовали у Ягра миллион долларов. Но угрозы были нефуточными. Неизвестные грозились убить всю семью хоккеиста, если он не заплатит. Последние сомнения, что дело очень серьезно, отпало после этого. Бомбу бросили на лужайку прямо перед домом Яромира в Праге. Ягар срочно улетел из Чехии. Теперь ему по-настоящему стало страшно за себя и за семью. Странная была история. Я толком даже не знал, что обо всем этом думать. Эти люди тогда убежали, их не поймали. А потом они в другом городе что-то украли и их арестовали. А на допросе они уже признались, что напугать меня хотели и денег подзаработать. Какое-то время он боялся возвращаться в свой родной тихий город. Но вскоре ему пришлось сменить прописку и за океаном. Ягра, суперзвезду хоккея лучшего снайпера лиги обменяли, как тогда написали газеты, на три мешка шайб. Почти за бесценок он был отправлен в клуб из Вашингтона. Еще никто не знает, но этот обмен подвел черту. Лучшие свои игры в НХЛ Ягар отыграл. Меня обменяли в Вашингтон, хотя все, да и я сам были уверены, что поменяют в Нью-Йорк. Но мне предложили контракт, лучший в истории хоккея на тот момент. И я его подписал. Правда, всего за неделю до этого хозяева Вашингтона отказались повысить зарплату своему капитану. Хотя и денег он просил не так, чтобы много. И тут приезжаю я с рекордным контрактом. Можете представить, какая меня в команде встреча ждала. В команде Ягра не приняли. Он забивал голы, но оставался чужим для партнеров, для болельщиков. Привыкал я долго, не люблю перемены. Мне нравится играть в командах, где я многих игроков знаю, где мне комфортно. Переезжать ненавижу. Не понимаю, как некоторые парни каждый год клубы меняют. Я не такой. Перемены мне даются очень нелегко. Его новому клубу перемены тоже не пошли на пользу. Он оставался одним из аутсайдеров. Коллекцию чемпионских перстней, которые Ягра выиграл на старте карьеры, пополнить он уже не сможет. Хоккей – это ведь командный спорт. Это не шахматы. В одиночку, без команды ничего не выиграешь. А в Америке, где сезон очень длинный, без помощи партнеров просто не обойтись. Возможно, Яромиру не везло с командами. А может быть, это был уже не тот Ягар, к которому все привыкли? Было видно, что просто не получается. То есть он не такой игрок, он капитаном никогда не хочет быть. То есть буллит он старается не бить. То есть он никогда не исполняет роль трактора, который вытащит из грязи, из болота. В болото все глубже погружался сам Яромир. За неудачами на льду последовали апатия, депрессии и казино. Знаете, каждому свое. Одни выпивают, другие по вечеринкам ходят, третий курит тайком, а кто-то в казино играет. Никто не идеален, и я в том числе. Я в жизни никогда спиртного не пил, дискотеки мне тоже не интересны. Поэтому и нашел вот такой способ проводить время. И мне нравилось еще в Питтсбурге, его первом заокеанском клубе. Началось вроде бы безобидно. Говорил Ковалев о нем по этапу в Питтсбурге, потому что они играли вместе. О том, что он играл чуть ли не только в казино, но и на бирже. И он говорил, что когда котировки идут вниз, и они понимают, что Ягра будет грустным в раздевалке. Приходит, точно сидит, Ягра так голова опущена. Когда котировки идут вверх, он летает по площадке, может сделать хитрик. Но это явно не связано никак с Вашингтоном. Но просто была у человека такая зависимость игровая. На площадке такой игрок азартный и в этих делах тоже. А в Вашингтоне азарт на площадке пропал. Зато за ее пределами Ягар уже не мог остановиться. Былого азарта от игры Ягар в Вашингтоне явно не получал. Дополнительную порцию острых ощущений он нашел в казино. Сначала он играл редко и осторожно. Но потом, как это часто бывает, ставки начали расти. Он все больше времени проводил за игровым столом. А финал, увы, был предсказуемым. За один вечер Яромир Ягра мог оставить в казино до миллиона долларов. Даже для супер-игрока с супер-контрактом это уже перебор. Он понял, что это тупик, но пресса уже вцепилась в новую сенсацию. У Яромира Ягра игровая зависимость. Ягра была привычка, там весь выходной в команде берет барсетку с деньгами. И летит в Лас-Вегас, и там тусуется пару дней. Возвращается там без барсетки, где там было, может быть, полмиллиона долларов. Но я думаю, может, так карточки уже были, то есть необязательно было наличное везти. Но когда он даже приехал в Россию первый год, когда был локаут, все говорили, Ягра казино, не пускай тебя в Омске казино. Он маньяк, вот в этом смысле. Но в Омске он таким замечен не был. Ну, это Яромир. Иногда он как маленький ребенок, с ним трудно. Хоккей для него не всегда бывает на первом месте. Но ниже своего уровня он все равно никогда не опускался. Звездой быть очень непросто. Но сам статус Ягра как звезды уже не был таким бесспорным, как прежде. Его самый дорогой в истории контракт в Вашингтоне стал обузой для всех. Ягра хотел сменить клуб, Но потянуть его зарплату не могла ни одна, даже самая богатая команда лиги. Яромир оказался в золотой клетке. Ну, Вашингтон, это этап, который он забыл уже. И я тоже уже забыл, потому что он там был просто провальный для него. То есть он попал, опять же, не в свою команду. Там, кстати, под него собрали Чехов, но тоже там он ничего не мог показать. Там была команда аутсайдер, там минус 20 у него была полезность там за сезон. Ну, просто кошмар. И когда скинули Ягра в Рейнджерс, то там грек, владелец Леонидс, он просто перекрестился. Почему там Вашингтон-то перекрестился? Потому что они его отдали в Рейнджерс, согласились на то, что они даже платят половину его зарплаты. То есть он 4 года играл в Рейнджерс, ползарплаты платил Вашингтон. В новой команде ему пришлось восстанавливать пошатнувшуюся репутацию. Клуб называли сборной престарелых миллионеров. Много звезд, мало побед. Но Ягра вновь заставил говорить о себе весь хоккейный мир. И тут разразился локаут. Забастовка. Целый сезон хоккея за океаном просто не было. Звезды искали себе команды где угодно. Ягра свой клуб нашел в Сибири. У нас были там такие игроки средние из НХЛ, которые отпадали. Или ветераны. Коваленко приехал, чесался какой-то... Просто палец в космос. А тут Ягра. Лучший бомбардир НХЛ, который там по 150 очков набирал. На него сбежали смотреть, там, с СССР, я помню. Толпа. Ягра приехала. Мне для жизни красивые здания вокруг и хорошая погода не важны. Главное, люди, которые меня окружают. Я не хочу ничего плохого сказать про Омск. Ну, не Нью-Йорк, конечно, но вполне приятный город. И здесь отличные болельщики. Вообще люди прекрасные. По мне это главное. А больше мне ничего и не надо. Такого ажиотажа Омск еще не видел. Болельщики шли не на хоккей. Они шли на Ягра. Болельщики очень любят. То есть они сделают сувенирные продукции очень большие вокруг него. Свитера, подушки. Можно, то есть там подушка в фотографии Ягра, там лечь и уснуть на нем. Да, там часы, кружки, все что угодно. То есть это все очень хорошо раскупается. И видно, что для людей такой человек действительно... Им будет что вспомнить лет через 10 об авангарде. То есть команда не стала чемпионом при нем, как в 2004 году. Но это такое яркое пятно в истории клуба. Именно Ярамир Ягар принес Омскому клубу главный в его истории трофей. Кубок европейских чемпионов в 2005-м. Странный был турнир. Я играл так себе, не получалось ничего. И тренер мне говорит, ты не беспокойся, твое время обязательно придет. И оно пришло в последней финальной игре, в овертайме. Никитин сделал пас на Сушинского, тот отпасовал мне. И оставалось только поворотом бросить. Ну, я и бросил. Он отыграл в Омске тот забастовочный год. Влюбил в себя болельщиков. А затем уехал в Нью-Йорк. В Энхайл. Ему говорили спасибо и прощай. Мало кто верил, что Ягар еще вернется в Россию. Но сам он решил иначе. Мне понравился город, понравился клуб. Все понравилось. Когда локаут закончился, я даже думал разорвать контракт в Америке, чтобы остаться здесь. Но все же пришлось отыграть еще два года в НХЛ. И когда закончился контракт, я мог сам выбирать, где продолжить карьеру. Омск очень сильно хотел. То есть, и даже Бардин, генеральный менеджер, мы над ним смеялись, потому что я беру у него интервью, говорю, вы полетели в Нью-Йорк, зачем? Говорит, ну так, попить чашечку кофе с Ягаром. Потом лето, да, я говорю, вы летите в Чехию, зачем? Говорит, ну, пора попить чашечку кофе, выпить с Ягаром. То есть, мы говорим, ну так столько кофе пить невозможно. И он где-то пил кофе с ним полгода. И в итоге напили на новый контракт. Возвращение 68-го стало сенсацией. Но сенсации неоднозначны. Говорили, Ягар приехал не играть, а доигрывать. Приехал на заработки перед почетной пенсией. Я был в Анкувере на Олимпиаде. И я видел разницу между Ягаром и Овечкиным. Овечкин моложе, сильнее, быстрее. Если бы Ярамир решил остаться в НХЛ, я не уверен, что это было бы такой уж хорошей идеей. Возможно, он абсолютно правильно решил уехать в Омск. Надо не забывать, что в НХЛ меньше темп и больше площадки. Европейскому игроку легче играть. Нет такого, что тебя там каждую минуту прессуют в борт, и ты можешь получить травму и сломаться вообще. И плюс он любит Россию. То есть то, что он получал в Америке комфорт какой-то. В России ему тоже комфортно. Еще один бросок. Тосиро срикошет и шайба приходит к тому, кто такого не прощает. Ярамир Ягар. Тренировка в день очередного матча. Он остается на льду сверхурочно. Как и в детстве с отцом, на заднем дворе родной фермы отрабатывает броски. Его движения уже не так быстры и резки, как раньше. Пришло время играть не мышцами, а опытом. С возрастом теряешь скорость, подвижность, силу. Если в молодости я тренировался по два-три раза каждый день, чтобы стать лучше, то сейчас, чтобы просто не стать хуже, чем был вчера. В этом самое большое отличие. И в этом моя мотивация. Быть не хуже молодых парней в команде. Это настоящий вызов для меня. Это не я медленнее стал, а все остальные стали быстрее. Но это не мешает ему срамить скептиков. Он бьется и за себя, и за команду. Иногда бьется в самом прямом смысле. Те парни из Витязя, они профессионалы в драке. Они каждый день тренируются. Знают, как и что нужно делать. Бою против них выиграть невозможно. Ни единого шанса нет. Это все равно, что против Тайсона выйти. Это была не просто драка. Это был ответ критикам. Тем, кто считал, что Ягор приехал в Россию отбывать номер. Что он играет за себя и свой контракт, а не за команду. В России суперзвезде мирового хоккея снова пришлось показывать, чего он на самом деле стоит. И в этом нелегком деле он нашел себе помощника. Вера в Бога очень помогает. Я всегда себе говорю, все, что не делается, к лучшему. Постоянно себе это повторяю. Путь к успеху проложен через трудности, и пройти его способен не каждый. Его место в раздевалке «Авангарда» легко узнать по иконам. В России Ягор, выросший в католической стране, принял православие. Про него все чаще говорят. Он, конечно, чех, но уж очень русский. Он сказал, что Бог рулит моей судьбой. И у него была ситуация, что перед тем, как попасть... Вот как раз у меня был рейнджерс, заканчивался контракт, и попал в Омск в 2008 году. И он сказал, что если бы я забил за один из сезонов, взял бы пристань индивидуально, лучший бомбардир или лучший снайпер, у меня контракт автоматически продлевался бы на 2008-2009 годы. То есть он остался бы в рейнджерс. И он перед последним матчем лидировал по очкам и по голам тоже. А там играл Сан-Хосе, и они выиграли 6-3, и там набрал Чичу такой игрок был, и Джо Торнтон, много очков. И они его обогнали на последнем флажке, отобрали два у него приза. И он сказал, что значит, Бог хочет, чтобы играл в Омске. Ему почти 39. Его карьера вообще и в Омске в частности весьма противоречива. Но он оставил позади прежние обиды. Яромир до сих пор играет под 68-м номером, в память о своем деде, погибшем в тюрьме. Но Россия для него уже другая страна. Он выиграл почти все трофеи, какие существуют в мировом хоккее. И он по-прежнему не научился проигрывать. Когда ты пашешь, отдаешь все силы, все время, а результата нет, это самое сложное. И не только в спорте. Везде так. Начинаешь копаться в себе. Может, я что-то не так делаю. Может, надо больше тренироваться. Или наоборот, отдохнуть. Может, надо что-то менять. Такие ситуации меня просто убивают. В спорте нет ничего хуже, чем сомнения в самом себе. Но сомневаться в себе – право великих. А то, что Яромир Ягар – один из них, сомнений нет никаких. Это человек, которым… Он позитивный. То есть на него смотришь, ты знаешь, что играет в ангар, ты хочешь включить телевизор и посмотреть, что там делает Ягар. Ты открываешь газету, видишь заголовки Ягар, ты хочешь о нем читать. Это, не знаю, какой-то, ну, Микки Маус какой-то, который все его любят и хотят о нем больше знать. Такой вот. И игрок он отличный, я считаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok